друзья всем привет сегодня у нас 13 июня 19 год я нахожусь у себя в городе город вельск архангельская область где живу у нас городе вчера произошло события вселенского масштаба скажем так открылась эко бессрочка на площади в поддержку эко протеста в поддержку шиеса всего этого антимурс антимусорного движения но вчера ребята хотели сделать пробный запуск такой пробную встречу пробный выход но собралось очень много людей 30 человек и поэтому решили прям вчера и открывать хотя открытие хотели сделать сегодня я вчера не смог приехать вчера был в командировке так что сейчас еду посмотрим что там происходит там еще не знаю так что приедем и нам с вами и мне тоже все покажут все расскажу время 7 часов вечера уже начало 8 короче приняли как решение не димарик вчера рассказал по телефону ежедневно будет 7 часов вечера и ну там кто сколько сможет так то по идее 7 до 8 ну может там до 9 до 10 лет а может подольше вот так что кто свельска тот приходите там чай будет пирожки печеньки конфетки чаю попьете поразговаривайте вот приходите кто местные значит чё по новостям по шиесу кто смотрит кто помнит эти события когда была потасовка около забора да там с ментами с омоновцами эти говностроители снимали на телефон видео там свои видеоролики делали рябчики снимали там на свои видеокамеры тоже там делали свои видеозаписи видно рабочие омоновец один там на крыше камаза стоял снимал так что они видимо эти свои видеозаписи проанализировали и сейчас уже грубо говоря неделя прошла они спустя неделю вернее в течение всей этой недели смотрят записи и наших ребят выцепляют выцепляют те кто участвовал в той потасовки вот выцепляют арестовывают конвейер работа прям круглосуточно вечерами днем утром дергают людей прямо из дома из шиеса выдергивают по этим по фотографиям смотрят еще ребят тут же арестовывают увозят в суд прям моментально в суд сразу прям прямиком судьи если нет ребята сидят ждут там пол суток сутки сидят ждут потом через сутки суд проходит моментально ребятам штрафы выписывают но больше всего конечно сейчас мы все переживаем за не шикалова они шикалову ей приписали несколько дел как на за я не знаю как это фигня называется там приписали не приписали выдвинули вот по первому делу ей дали пять суток ареста и вот грубо говоря эти пять суток почти закончились потом рябчики провели второе дело там второе слушание или заседание как это называется вся поеда их не по второму делу я еще пять суток приплюсовали короче они получается сейчас до сих пор еще под арестом находится 10 суток не знаю я точно пока нет информации у меня будет там еще какие-то дела рассматривать или не будут ну короче маринуют людей конкретно с одним тут товарищем разговаривал с другом из города из моего говорю поехали в 6 на выходных собираемся ехать и что-то он так говорит мне да вот там у вас что-то я видео посмотрел там больно страшно опасно вот аресты не аресты я говорю слушай опасно везде вот я кстати недавно четыре дня назад сколько три или четыре дня назад на рыбалку поехал приехал так с работы вечером домой два часа свободных оставалось до сумерек я думаю дай-ка на рыбалочку свежую на два часика ну чё сел на каракат поехал и буквально пять минут там эпизод у меня произошел за пять минут я пострадал больше чем блин за полгода на 6 короче я в горку стал подниматься на вездеходе и меня там перекособочила и перевернулся кубарем покатился вместе с каракатом кубарем укатился под гору перевернулся на вездеходе сверху вездеходом придавила так вот я говорю я говорю я ему объясняю я говорю я за пять минут пострадал больше чем блин за полгода в шиесе так что что бояться то вот эти все непредвиденные ситуации непредвиденные там чп они могут произойти в любом месте просто даже где не ожидаешь совершенно на ровном месте может произойти все что угодно ну кстати про этот вездеход я потом отдельно видосик вам покажу как-нибудь свободные долгие зимние вечерами а редактирую отформатирую как называется смонтирую выложу там заснял как меня вытаскивали буксировали выручали все заснял будет в отдельном ролике потом покажу расскажу сейчас пока некогда в архив все снимаю все что съемки идут все в архив складывают пока некогда заниматься другими только шиес успеваю выкладывать так что что бояться то я к чему говорил ему объясняю и вам говорю ребят нет ничего страшного приезжайте приезжайте на подмогу ладно короче я уже в городе сейчас подъезжаю к площади подъезжай к площади и будем смотреть что там у нас за бессрочка посмотрим ладно не переключайтесь приеду все покажу вам кстати пока еду да я всегда забываю тебя забываю вам сказать нажимайте подписочки обязательно не забываем подписочку подписочку нажимайте короче все что можно все что нельзя тоже нажимаете лайки комментарии я вот так я еще читаю ваши комментарии огромнейшая спасибо кстати да огромнейшее большое спасибо что смотрите что пишите спасибо за добрые слова спасибо за добрый комментарий очень приятно ну видите ребята не всегда получается отвечать читаю на ним физически не могу отвечать за рулем вот время хватает после работы приехать домой вечером посидеть новый видосик для вас смонтировать нового видосик выложить и спать ложусь уже под утро. Утро снова на работу выезжаю. То есть у меня ну такое движение такое, что не всегда могу печатать. Читать могу, да, читаю. Так что огромнейшее спасибо вам за добрые слова, за поддержку, за комментарии. Я все комментарии читаю. Так что всем огромное-огромное спасибо вам, что смотрите. За поддержку огромное спасибо. Ну а что вот пока суть додела, ля-ля-ля-ля, я уже к площади подъезжаю. Так что сейчас остановлюсь, переключусь на большую камеру и все с вами посмотрим. Не переключайтесь. Вот площадь города Вильска. Вот значит, куда спрятались бессрочники. Самое тихое место выбрали. Здрасте. Выбрали самое тихое место. Какие люди в Голливуде. Здорово. Привет. Здорово операторам. Как дела? Дела вон. Опять меня снимают. Да как? Поздоровайся хоть с ребятами. Ребята. Все хорошо. С какими только у тебя все равно ребятами я здороваюсь. Здравствуйте. Пойдем дальше. Здравствуйте. Здравствуйте. Австровласть-то приедет на Рогуновский. Привет, Марш. С виртуальными ребятами. Но я знаю, что они не виртуальны. Все, ребята, привет. Все хорошо. Ну что, Дима шутник. Ну что, как у вас дела-то тут? Здорово. До свидания. Что, посмотрим? Показать хоть вам, что тут есть у нас на площади. Это тут парк. Местный маленький кустарник растет в этом парке. Тут какие-то акации, непонятные сирени, черемухи. О, а тут памятник. Что-то я даже не знал, что он тут есть. Так. Ну, читать не буду. На паузу поставите, прочитаете. Так, дорожки тут у нас такие тротуарные. Кусты растут. Блин, как пахнет вкусно. Здорово. Ой, акация, хотел сказать, сирень. Сирень цветет. Цветочки такие. Вчера холодно было, 6 градусов. У нас середина июня. Дыбак, блин, вчера был. Как зима, блин. Вообще морозильник. 6 градусов температура упала. Ночью я ехал, было 3 градуса. Я уж думал, даже снег выпадет. А сегодня снова потеплело. Сегодня 20. Так что сегодня погодка хорошая, радует. Ну, а тут круглая поляна какая-то. Сейчас я отойду, солнышко. Наверное, вам тут все засвечивает. Так. Круглая поляна, какие-то цветочки тут цветут. Что там у нас? Там бывшая налоговая. Сейчас я не знаю, что там находится. Тут музей в этом месте. Но это все потом можно будет отдельно показать, рассказать. Сегодня мы не для этого приехали. Это я так, общую обстановку показать, где бессрочка находится. Вот, голубые ели. У Красной площади выкопали, сюда привезли, посадили. Да я шучу. Там вот сцена, проходят всякие конкурсы, какие-то дни города. Всякие мероприятия на этой сцене. Недавно ее построили, несколько лет назад. Сейчас хоть под крышей все, от дождика можно прятаться выступающим. Раньше ее не было. Тут батуты какие-то надуты. Дети прыгают. Ну ладно, погодка сегодня хорошая. Жители гуляют, отдыхают, на скамеечках сидят. А солнышко опять. Ладно, нам Димарик что-то хотел интересного рассказать. Дима, как ты аресты пережил, расскажи. Так, Дима этот, мы же никому не рассказывали еще, Димарик недавно арест пережил. И предлагаю попить чаю. А, давай-ка чайку бахнем. Детка, подожди, ты скажи свое, свое, какое-то, стабильное, непонятно. Ты вот так снимай, нет, ты снимай вот так вот и говори, непонятно. Кружки нету, кружки нету. А, кружки нету? Непонятно. Димарик, как так-то? Непонятно. А где кружка? Вот она. Все. Так, подожди, чайку-то мы сейчас бахнем. Ты пока пленка не села, пока пленка не закончилась, расскажи ребятам, как ты арест пережил. Мы еще не рассказывали никому. Мы когда с рыбалки-то пришли, остановились у забора. А про рыбалку я еще не выкладывал, наверное, выложу сегодня-завтра. Мы пришли с рыбалки, и Димарика буквально в пять минут, первые пять минут первого арестовали. Ну, так было нужно. Ну, понятно, что так было нужно кому-то. Ты расскажи, как ты пережил, как ты, что там, тебя били? Ну-ка, ногти покажи, ногти все целые? Все целые. Я пережил хорошо. Иголки пихали под ногти? Если меня пережил плохо. Все, рассказывай. Чего рассказывай? Ты бубнишь там себе в бороду, никто тебя не слышит. Я чай пью. Давай, расскажи ребятам. Пей чай и давай потом снимем. Давай, попьем, попьем. Расскажи, пленка заканчивается, батарейка садится. Попьем снимем, да блин. Ты чего это самое? Тебя пытали там? Чай налил. Да, очень жестко пытали, вообще капец. Иголки под ногти пихали? Нет, они все меня курить не выводили. Никак. Не выводили курить. Где-то для меня была самая большая пытка. А потом стали выводить часто. И мне уже стало худо. Тебя по какой статье арестовали, расскажи. Там всем две статьи шьют. Две статьи тоже дали? Самоуправство и неповиновение полицейским. Ну, ребята, давай. Рублей сколько выписали? Рублей не знаю еще. Как не знаю, ты же мне говорил. Это я, наконец, спрашиваю на камеру. Я думаю, что 800. Но никаких бумаг еще не приходило. Поэтому я не могу ничего сказать. Бумаг еще нет. Ну, понятно. Сколько суток продержали? Прямо суток? Ты что? А сколько? Не суток, что ли? Полторы сутки. Полторы сутки сидел. Чалился, чалился. Ждал сюда. Ждал сюда, ждал сюда. Сидел в ограничении свободы. Сидел? Да. Так что все, ты уже начинающий ходок. Первая ходочка у тебя есть. Сегодня? Да, да, да. Сегодня я был на приеме у замы руководителя следственного отдела Архангельской области. И мы с ним разговаривали... А? Мы с ним разговаривали об Ошерове. Вернее, я с ним разговаривал, а он со мной не захотел. Потому что, говорит, это все дела прокурорские. И Ошеровым они не занимаются. Ошеровым или Ошеровым, как правильно? Ну, я ему сказал, что уже совсем у него с психикой не очень хорошо. А он мне говорит, пишите в прокуратуру, обращайтесь. Не наша, это юрисдикция. Здесь у него личный проек. Палатку какую-то, знаешь, как торговая. А я не знаю, что делать. Вдруг дождь там. Такие, а эти, нормальные, обычные, палатку там. Да, да. Ну, легкие, разборные. Где-то можно. Ты сюда говоришь, чтобы сюда поставить? Да. Да, да. У них там стульчик, там, палатка. Машина заезжает. На площадь. Машина заезжает. Они на машину, хоп, на вес. Везде заезжают, кроме нашей. Хоп, вон, в Октябрьском там. Да, да, у нас на площадь запрещен заезд. Тут, видите, заборчик сделан. Да, заборчик-то тоже недавно поставили, раньше не было. Вот тут палаточку. Потом дожди пойдут и что-то, да, с зонтами стоят. Что, где-то будем. Вон, друга по этому нарежем. Что, от каплей дождя, что ли, убегать будешь? Как в матрице между капельками дождями так? Согреться. А, согреться? И обратно. И обратно. Да, сегодня хоть потеплее, сегодня погорелись, да? Да. Ладно, давай, ребят, на мы чайку бахнем. Что будет интересно, все покажем, все расскажем. Так, что у нас тут есть покушать? Печеньки. Баранки. Так, еще печеньки. Еще печеньки. Тут какие-то эти зефиринки. Так, тут какие-то бумаги есть. Димарик, что за бумаги? Ну-ка, расскажи. Нет, кстати. Я не план не дал, так я бы наработаю. Ага. Добрый день. Так, на паузу поставите, прочитайте. Минуту, на, я тебе, конечно, дам. Нет, нет, нет. Много этих? Сейчас я покажу. Ну, а что, вот это, это, знаешь, что, подписи, так? Вот, 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 наш. Так, ну, поставите на паузу, почитайте, кому интересно. Мой мой, Вельский район. Вот, вот, по сути, дело, прописи межрайонного. Вот этого, нашего. Так, что тут такое? Номер, фамилия, имя, отчество. Да, можно номер и не ставить, только фамилия, отчество. Профиска. Да, и тут, и все. Вот тут, на каждом, по сути, на втором, восьмиде, отчество. Тут ничего у тебя секретного, Дима, нету? Можно показать, да, ребятам? Да, конечно, можно. Тут вот, 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 вот. Влад и показывает, Вене. Вот это. Это, видим, Газдепу, 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 сливая информация. Это, какой СССР? Газдепу, сливая информация. На какую разведку работаешь? Газдепу, Газдепу, говорю. У нас специалистов много, разберусь. в бумагах. Так что кто может, тот поможет. Да, Димарик? Да, да, да. Адвокаты, специалисты, юристы, подключайтесь. Снимаю, пока пленка крутится. Потом приходится карандашом перематывать в обратную сторону. Короче, я не знаю, что ты тут много так напечатал-то? Это все? Ой, Дима, у меня спина болит, капец, у меня вся спина сорвана. Что-то время так быстро пролетело, уже 8 часов. Часик уже прошел. Ребята тут с 7 стоят. Вот, Димарик к нам пришел. Писитер что ли? Да. Тут видишь, посторонние шумы? Плохо будет слышно. Нормально слышно, я громко говорить умею. Давай громко говори, я поближе пододвинусь. Я умею громко говорить. Ты слышал, как мы пели с тобой? Да, пели мы качественно. А, кстати, я песни-то еще не вложил. Это в рыбалку будет после рыбалки. Рыбалка, я, наверное, сегодня и завтра выложил. Да? Да. Нет, ты не так. Ты чё пидимарик? Чё пики? Отдельная песня, да? Отдельным роликом. Да, отдельным роликом. Расскажи-ка, Дима, чё ты тут сидишь вообще? Я иду, иду, смотрю, тут знакомое, лицо борода-то сидит. Чё один, представляешь? Ходит тут. Объявил. Никого нету. Ребята, представляете, никого нет. Дима тут вообще пустая площадь. Я пришел, я иду вообще мимо проезжать. Смотрю, Димарик тут хороводы водит вокруг этого памятника. Да, один. Один ходит, да. Схватился вокруг этого памятника. Ходит, хоровод, водит, обхватить не может. У нас все по принципу. Сам придумал, сам и делай. Объявил экобесстрочку. И вот, понимаешь, сижу, я не знаю, какой по счету пост, но я один на экобесстрочке. У меня одиночный пикет тут, понимаешь, пост одиночный. Вот, сам придумал, сам сделал. И видишь, никто меня не поддержал. Покажи-ка наклеечку. Наклеечка вот, она меня спасает. Все подходят, спрашивают, что такое. Но ко мне никто не присоединяется, понимаешь. Все боятся. На этой скамеечке никто не сидит. Ты бы хоть побрился, так, может, подошли бы. А, блин, точно, я думаю, что такое. Думаю, или ветер не тот, или еще что-то не то. Я не побрился. Точно, ребята. Точно, ребята, дело-то в бороде оказалось. Все просто. Ну, точно, Женя. Ну, завтра будет, приходи, народу будет куча. Что сказали сегодня? Сегодня сказали, пошел ты, Дима, со своей бессрочкой. Нет, ну, ничего не сказали. Нормально все прошло у нас. Все четко. Народу было больше, чем вчера. Ты сказал, что народ вчера было 30 человек, а сегодня помеша было? Да, сегодня было, ты опоздал. Сегодня было больше 30. Просто это было минуты 2, наверное, или 3. А потом все равно слились, да? Меньше, да. Но их было много. Я думал, вообще никто не придет. Вот. Так что сегодня мы, первый у нас день эко-бессрочки в Вельске, в событии. Народ был, народ заинтересован. И мы на бессрочке. Надо сказать ребятам, тут куда там. Сейчас я попробую показать. Ты говори, говори, тебя слышно? Тебя слышно? Я показываю, за тобой, Дима, тут наблюдают. Тут онлайн камеры стоят. Так вот мы под них и сели. Мы хотим под них попасть, чтобы нас не только слышали, но и видели. Так, подожди, я там уже не... Ой, я показываю, какую-то шляпу нету. Вот камера-то, вот висит. Где она висит? Вот она камера. Слушай, мы под ней сидим или нет? Ну, мы сидим, но мы, походу, не попадаем в поле зрения. То есть мы теперь перебазируемся, ребята, на сцену. На сцене нас будет видно. Она, походу, снимает центр площади и цели в сцену. Но будет не слышно. Поэтому разговариваем громче на бессрочке. Стараемся, чтобы нас видели и слышали люди, жители города Вельска. Так что так, день первый мы провели. Сегодня много раздали всякой информационной литературы. Еще что у нас на бессрочке. У нас это мобилизационный пункт. Все желающие поехать на ШИЭС на день, на два, то, как может. Сейчас период отпусков. Тоже даем всю информацию, помогаем туда отправить народ. Скажем, расскажем все, как, что взять, что одеть, как билеты купить, как добираться. Теперь добираться там проблематично, но вполне себе возможно. Что с поездом-то, кстати, расскажи ребятам. Ну, с поездом сейчас пока не совсем понятно, как в ту сторону есть, остановка техническая или нет. Это надо уточнять. Информация меняется. А в обратную сторону, с севера, точно что есть. Поэтому либо едем до Мадмоса, покупаем билеты до Мадмоса, там пересаживаемся на этот же поезд в обратную сторону через полтора часа. Доезжаем, ну, берем билеты до Мадмоса, до Мадмоса, до Мадмоса. Мы вылезаем на Шиесе, там есть точно что, остановка техническая, там, по крайней мере, точно есть высадка пассажиров будет. Возможно, еще есть информация, что осталась остановка и с нашей стороны, в нашем направлении на Шиесе. Вот, по крайней мере, эти дни, у кого уже были куплены билеты, то будет покупать. Ну, уточним эту информацию и все расскажем на бессрочке. Информация будет у нас самая-самая свежая. Вот. Поэтому, ну, добраться можно. Уже не так проще, просто, как было, но можно. Доберемся, кто пожелает. Ага. Вот. Потом на бессрочке, что у нас есть? Наклейки на автомобиле. Вот такие вот наклеечки на автомобиль есть. Ага. Есть такие вот значки. Ага. Есть такие же, только побольше диаметром, наклеечки на телефон. Ага. Вот. Скоро у нас появятся листовки, листовки информационные, да? Ага. Также мы проводим компанию, сейчас запускаем проект на базе деревни Шиловская по раздельному сбору отходов. Ага. Вот. Все расскажем, что за проект, что там мы от него ожидаем. У нас есть инструкции, как вести раздельный сбор, который мы будем принимать у населения. Что, КПРФ, что ли, тут участвует? В этом участвует, да, КПРФ. В этом эксперименте, скажем так. Это, получается, что, я не понял, эксперимент местного Вильского характера строительства? Да, на базе МО Уссвельская, ну, деревня Шиловская пока, проводится недельный эксперимент по раздельному сбору мусора. Проводит КПРФ, но мы помогаем. А с мусором это куда они собирают? Население будет неделю сортировать мусор свой, да, отделять сухой, то есть без органики, без пищевых остатков и накапливать в течение недели. И мы у них по истечении недели этот мусор забираем, увозим, его сортируем, смотрим, сколько чего получается, каких, ну, какого вида этого мусора. Вот, все это анализируем и тогда уже выходим на переработчиков с предложением о том, чтобы они забирали этот у нас, эти отходы. Но, в сути, это не отходы, это вторсырье, вторичные материальные ресурсы. Хорошая идея. Да. Если у нас все получится, то это надо будет налажать работу системную, делать это системно. Нужно какие-то контейнеры будут ставить? На уровне администрации. Наша цель добиться, на уровне администрации, сделать эту вещь, эту деятельность системную, потому что сейчас здесь сельские жители вообще маются. Свалка для них, для открытого доступа, закрыта городская, они не могут туда вывозить мусор, их не пускают туда. Вот. И им что, выход один. Вокруг Шиловской завалены все леса. Либо везти в лес это, либо втихаря в контейнера в город подсовывать свой мусор, либо нанимать там, допустим, машины. Либо соседу в огород кидать. Ну, соседу в огород кидать, да. Либо нанимать машины, которые стоят очень приличных денег, кузова, допустим, да, которые бы забрали у них этот мусор. Ну, что ты там, пакетик мусора каждый день же не будешь кузов вызывать, да, выкидывать. Вот поэтому мы вот вышли с такой инициативой, когда мы будем у них сами забирать, сортировать и отправлять. Сколько домов оттыкнулось? Вы по домам их ходили, насколько я знаю, да? Да, мы по дворья. Ну, вся деревня Шиловская. Вся деревня Шиловская. Всех обошли? Мы вчера закончили обход по дворейной деревне Шиловской. Что такое по дворье, как-то они по деревне? Ну, дома. Дома. Дома, хозяйство свои. О, хозяйство. Это понятно. Там же есть многоквартирные дома, есть частные дома. Мы обходили всех. Вот. И вчера закончили обход домов. Вот. И вот уже с воскресенья по понедельник мы будем делать объезд, собирать то, что получилось у населения. То, что у них получилось пособирать, мы у них будем забирать. Как реагировали люди на это? Вот. Отказавшихся, ну, буквально там несколько человек, два или три, наверное, вот так. А что они, почему они отказались? Ну, у кого свои причины. Кто-то сам полностью перерабатывает, этот мусор сжигает или отвозит до Брыни, допустим, есть такие люди. Вот. Кто-то посылает лесом, то есть неинтересно ему это сделать. Ну, вот таких, я говорю, три, ну, два или три человека, сколько я видел, не много. А в основном люди готовы, люди ждут этого, но к ним с такой инициативой никто не выходит. То есть у нас только по планам регионального оператора, который еще не заступил, но вот должен в скором времени заступить, то есть сбор мусора не сортированного, то есть все, что там в перемешку и вывозить все это на полигон. Ну, и надо тут понимать, что там на полигоне какая-то будет сортировка, там все будет в остатках органики, и вот в переработку он уже будет практически негожий этот мусор, и основная часть его пойдет на захоронение. Добиваемся, чтобы на уровне населения нам отдавали чистые, сухие, нормальные для переработки, пригожие отходы, это все несложно делать. Мы всем вот такие памятки раздаем, как это делать, это все довольно просто. Так, теперь погрался, Тарас и Бус. А, это все довольно просто и несложно. Вот, и главное, что люди будут понимать, что эти все собранные вторичные материальные ресурсы пойдут на дело, пойдут на переработку, а не на свалку, ну, или в лес, там, куда-нибудь, не знаю. Так что, вот так вот. Так что, приходите на бессрочку, она у нас каждый день на площади 7 часов, ну, и до, вот я вот сегодня еще сижу, гуляю, вот. То есть, до неограниченного количества времени у нас, как посидиться. Сколько сегодня планируешь? О, куранты бьют. Сегодня я планирую уже до окончания нашей записи. Ааа. И домой. Ну, видишь, сам придумал, сам и делаю. Сегодня я один. Сегодня я один. То есть, смотрите, ребята, все это, сразу испугались этих зеленых жилетов. Такой сразу зон на отчуждение получилось. Все подальше, подальше отошли. Да, не, шутим, просто время уже 10 часов. Ой, 10 или 9? 10 уже. Да, еще раз повторю. Каждый день 7 часов вечера мы всех ждем желающих пообщаться, чаю попить. Кстати, приносите с собой что-нибудь к чаю, тормоза. У нас тоже все есть, и столик будет. И мы с вами будем общаться и делом заниматься. Вот, идет у нас много подписных компаний различных, собираем подписи. В том числе против ввоза чужих отходов на территорию нашего района. По сути, против межрайонного полигона, который мы считаем нам не нужен. Он не обоснован ни экономически, ни этически, никаким образом не обоснован. Поэтому мы запустили подписную компанию такую. Нам нужны ваши голоса, ваши подписи. То есть, приходить сюда, расписываться здесь на бессрочке, да? Да, да, да. Опять же, сейчас идет подписная компания. Прямая подготовка к прямой линии президента, где принимаются вопросы. Мы заготовим такую заготовочку сделаем по нашей проблеме, по Вельской, по районной, и по проблеме ШИИСа, где можно будет отправлять СМС президенту, звонки делать. То есть, все подскажем, все покажем, как сделать, номер дадим. То есть, желательно проявить активность в этом плане. Чтобы у нас было много. Тарантайка, да? Да. Наша вот такая, челуконская машина. Мы на таких ездим, ничего. Это привет от Древарха. Был, подтвердил вот это вот точно. У нас, ребята, на бессрочке есть документы, которые подтверждают незаконность стройки на ШИИСе. То есть, желающие познакомиться. То есть, сейчас идет очень много фейковой информации по официальным государственным каналам, где врут и не краснеют, скажем так. У нас есть все подтверждающие документы, что эта стройка незаконная, и все виды там, этапы работ, которые проводились, на все есть свое подтверждение. Так что приходите, можете ознакомиться. У нас у них все в открытом доступе, скажем так. Я тоже уже дружу, уже холодно. Ребята, у нас температура опять падает. Середина лета, середина лета, минус три. Да не, шутим. Это градусов, 12, наверное, да? Плюс три. Ну что, давайте прощаться с ребятами тогда. Давайте, ребята. Ой, я уже, у меня ноги не разгребает. Чего? Так, а. Приходите, мы вас ждем, вы нам нужны. Не знаю, сейчас Демарику позвоню, работу сделаю. Если он дома будет, то к нему еще в гости съездим. А если дома не будет, то тогда на этом заканчиваем. Ну, на всякий случай, заранее прощаюсь. Спасибо, что смотрите. Подписочки, комментарии, лайки, колокольчики, шмолокольчики. Все, что можно, все, что нельзя, нажимайте. Ну и всем пока.